Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru На сайте CNN появилось небольшое видео с названием «Почему Резе – это чайная столица Турции?». Совершенно стандартная для трехминутного рассказа о турецком чае в местах его непосредственного производства. Но с двумя любопытными нюансами. Во-первых, там довольно много внимания уделено хозяйству Лазика, которая является, если можно так выразиться, парадным турецким чайным фермерским проектом. Мы были там в 2019 году, тогда их чай уже отличался от массового турецкого черного чая, но еще не настолько сильно, чтобы можно было говорить о своем лице турецкого крафтового чая. Допускаю, что за прошедшие четыре года ситуация изменилась, проект развивается довольно активно. Причем основной акцент в этом развитии делается на локальной фермерскости, всяческой природности и суперфудности. Если вы чайный фермер, то проект Лазика можно использовать, если не в качестве эталона, то в качестве ориентира. Полюбопытствуйте. Во-вторых, в ролике CNN есть забавный момент. Там героиня, и я так понимаю автор ролика, катается на импровизированной тележке, используемой для транспортировки всякого разного по склонам гор. В первую очередь, конечно, эти транспортеры используются для перевозки чайных листьев, и поэтому чаще всего встречаются на чайных плантациях. Но бывают и в других местах. Я, например, наблюдал как-то раз, как такая система использовалась для доставки всякого разного в горный отель. Но я никогда не видел, чтобы на этой штуке катали людей. Стремновато она для этого выглядит. Но в CNN, видимо, берут только от чайных. Поэтому дама катается. Но зацепился я за этот ролик не только из-за Лазики и отважной журналистки, а еще из-за того, что он является отличным поводом поговорить о Турции. И совсем немного о Грузии. В последнее время турецкий чай вообще привлекает к себе много внимания. Даже совершенно формального. У них там и красивый центр чайный открылся в Резе, и потребление чая на душу населения, самое высокое в мире, и в список культурного наследия ЮНЕСКО турецкий чай вошел, и чайных туристов они активно заманивают. И над всем этим воображение любого любознательного чайника услужливо подрисовывает трансфарент, на котором большими буквами написано «как». Как так получилось, что Турция, будучи исторически не просто кофейной страной, а страной, в которой кофе был одним из факторов культурной идентичности, стала страной чайной. Причем самодостаточно чайной, в отличие, например, от России и Великобритании. Потому что наши турецкие чайные братья не только чай пьют, но и сами его производят в достаточном для внутреннего потребления количестве. И даже на экспорт еще немного остается. Понятное дело, что на этот вопрос «как» ответ комплексный. И некоторые части этого комплекса лежат на поверхности. Это и относительная дешевизна чая и чаепития, и постоянный контакт Турции с регионами с развитой чайной культурой, которая она в итоге в чайном плане переплюнула. И государственная поддержка выращивания и производства чая, и протекционизм, дающий возможность развиваться местной чайной индустрии, и большое количество людей, не употребляющих алкоголь по религиозным соображениям. Все это как бы понятно. Но есть, как мне кажется, еще один фактор, сильно поспособствовавший появлению на свет такого феномена, как турецкий чай. Этот фактор, в отличие от остальных, экономических, социальных, политических или религиозных, имеет чисто чайный характер. И состоит в том, что у турецкого чая, точнее у турецкого черного чая, есть свое яркое и характерное лицо. Да, этот чай простой и часто не очень вкусный, настолько, что вместо простой так и хочется сказать как швабра. Но независимо от качества он отлично узнается. Если перейти на маркетинговые категории и вспомнить, например, 4P маркетинга Product Place Price Promotion, то в турецком чае есть этот самый продукт, который на уровне самостоятельно распознаваемых потребителям характеристик отличается от других продуктов этой же группы. Турецкий чай можно любить, его можно презирать, к нему можно быть совершенно равнодушным, но в любом случае его легко распознать. Работать с продвижением такого продукта – сущее удовольствие. Для того, чтобы в полной мере оценить важность узнаваемости турецкого чая, сравните состояние чайных индустрий Турции и Грузии. Чайные регионы которых, по сути, разделены только границей. Грузинский чай может быть удивительно хорошим. Лучшие образцы турецкого чая, которые мне доводилось пробовать, и рядом не лежали по качеству с лучшими образцами чая грузинского, которого мне тоже довелось попробовать в достаточном количестве. Но у грузинского чая нет своего лица, а у турецкого чая есть. У чайной Грузии есть Place, хотя бы потому, что она сохранила старые связи и довольно много чая продает, например, в Россию и в Узбекистан. У грузинского чая есть вполне себе привлекательный прайс. Да и с Promotion в чайной Грузии тоже все совсем неплохо. А вот нормального product в чайной Грузии нет. Не существует такого понятия, как потребительский распознаваемый стиль грузинского чая. И я ни разу не слышал, чтобы грузинские производители чая ставили перед собой задачу такой стиль создать. И во многом именно поэтому современная чайная индустрия Грузии не идет ни в какое сравнение с современной чайной индустрией Турции. Это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!